Как учиться так, чтобы было интересно? Как свои знания применять на практике? Как стать ученым? В 47-й раз в Чувашском госуниверситете проходит студенческая конференция. В этом году в ней участвуют более 3,5 тысяч человек. В течение пяти дней студенты вузов и СУЗов, а также школьники, поделятся своими наработками и исследованиями на дискуссионных площадках в самых разных сферах науки. Научный форум студентов из года в год становится все более масштабнее. Поначалу научная студенческая конференция носила вузовский формат, затем в 2001 году стала межвузовской. И далее по нарастающей – региональной, всероссийской. И сегодня уже с гордостью конференция получила статус международный. В этом году у нас уже и международное участие. Принимают участие из города Актабе, это западный Казахстан, студенты из медицинского университета. И сегодня у нас состоится в первый раз интернет-конференция в онлайн-режиме, где с нашими студентами о вопросах экологии будут разговаривать студенты и профессора Казанского федерального университета, Самары. То есть действительно получится такой технический прогресс. Конечно, научная работа студентов не ограничивается одной конференцией. Весь учебный год студенты проводят исследования, при каждой кафедре действуют кружки. Юноши и девушки активно участвуют в конкурсах, выезжают на международные конференции. Этот научный форум проще назвать итоговым, где молодые ученые говорят о достигнутых результатах. Безусловно, это и посыл в будущее. То, чем студенты будут заниматься следующий учебный год. Деклад у меня называется «Численное моделирование нестационарного процесса сопряженного теплообмена между горным массивом и рудничным воздухом». Тема достаточно актуальная для горнодобывающей промышленности. Она направлена на моделирование основных теплообменных процессов, происходящих в рудничных шахтах. Мне интересно поделиться своими наработками с учеными. Участники конференции рассмотрят проблемы различных направлений – исторического, технического, медицинского и других. Много работ посвящено событиям Сталинградской битвы. На конференции активно обсудят роль молодежи в решении экологических проблем общества. Стоит отметить, что каждая секция станет дискуссионной площадкой, где студенты поделятся накопленными знаниями и опытом. Достаточно распространенная проблема в современной микробиологии – то, что появляется очень много патогенных микроорганизмов с устойчивыми свойствами. То есть они, можно сказать, привыкают к действию антибиотиков. И при назначении лечения острых респираторных вирусных заболеваний, бактериальных инфекций, эти антибиотики уже не действуют. И мы стараемся решить эту проблему в данный момент и пытаемся создать какое-то новое вещество, которое в этом поможет. В актуальности и нужности такого форума участники конференции уверены на все сто. Потому как, занимаясь непосредственно наукой и исследованиями, необыденным посещением занятий в университете, студенты могут реализоваться в теории, так и на практике. Гордиться республике есть чем. Студенты Чувашского госуниверситета воплощают в жизнь свои наработки довольно успешно. Данифа Тагерова, Андрей Спиридонов, Республика.